Рассеяни, мне надо рассказывать вам ещё про один массовый расстрел в Беларуси, в Орше. Убивали по 150 человек в день. Смотрите, вы мне говорите, что вас это не волнует. Но это волнует родственников репрессированных. Это волнует, вот смотрите, на дереве. Вот дерево, к нему приколота табличка. Это не 15-16 век, я не копаю никуда. У меня родной брат моей бабушки сидел. Это моя кровь сидела. Я думаю, что, наверное, у каждого третьего моего подписчика сидел и не вернулся. У каждого третьего. Это должно вас волновать. Вас не должен волновать Гитлер вообще никак. Как я уже сказала, казахи благодарны Гитлеру, что он напал на Советский Союз, потому что они выжили благодаря этому, что Сталин перестал думать про казахов. Я теперь думаю, что многие, вообще многие национальности выжили. Если мы говорим, что немцы убили столько-то в концлагерях, то умножайте это там в 10, что убивали НКВДшники. То есть вы бы 40-е годы не пережили. У вас бы не было мирных 41-го, 42-го, 43-го, 44-го, 45-го. У вас бы не было. У вас были бы репрессии, которые были бы хуже гитлеровских, только вы об этом бы ничего не знали. Но появился bad guy, вы на него сбросили кучу ужасных вещей и ненавидите его вместо Сталина. Но я уже сказала, что 150 в день расстреливали по-любому бы. По-любому бы, понимаете. Ну так вот, читаем. Орша третий по количеству расстрелянных, третий, третий по количеству расстрелянных в Сталинске времена в город Белоруссии. Еще советские власти признали здесь два места в массовых убийств, совершавшихся органами НКВД. Вот в Орше. В 1982 году Оршанские власти признали, что в двух местах возле города НКВД совершал массовые расстрелы. Это произошло за 6 лет до того, как прокуратура БССР открыла Куропадское дело. Это я вчера сделала о Куропадском деле. Кабылятская гора. Вся Орша об этом знала. Вот Кабылятская гора. Поговорка такая ходила. Будешь много болтать, завезут на Кабылятскую гору. Говорит Юрий Коптик, краевед и исследователь сталинских репрессий в Орше. Вот видите, он, его зовут Юрий Коптик. Он исследователь. Я же не исследователь, я просто это увидела и делюсь с вами информацией. Этот человек занимается этим много десятилетий. Вот, пожалуйста, свяжитесь с ним. Кабылятская гора сегодня это лес в районе Кирпичный. Промышленная зона выросла вокруг Оршанского завода железнобетонных изделий и конструкций. В 1982 году к заводу прокладывали железную дорогу. Экскаватор вместе с песком, представляете, какой ужас, выкопал останки 50 человек. То есть людей расстреливал и Гитлер, и Сталин. Только Гитлер пришел расстреливать чужих, Сталин расстреливал своих. Это первое. Второе. Сталин расстрелял в 10 раз больше, чем Гитлер. Сталин хотя бы сделал немножко меньше, чем сделал бы Сталин за эти годы. Все жители подтверждают, что расстрелы советских людей проводились в 1937-39 годах. Органами НКВД написано в акте. В период лес так называемой Кабылятской горы это место было массовым расстрелов ни в чем не повинных советских людей. Захоронение обнаружили, когда прокладывали ветку железной дороги возле Орша. То есть вы прокладываете ветку, я уже говорю, вы ходите по трупам, россияне. Гитлер до вас не дошел, да, а вы ходите по трупам. Время расстрелов определили по обуви. По резиновой, представляете, это парашная обувь 1937 года. По резиновой обуви. Больше никто такие сапоги страшные не носил. А вот эта прорезиновая обувь дала дату расстрелов. Харьковский лес. Чуть ли не каждый вечер в 23 часа из леса слышались выстрелы. Харьковский лес. Раньше там была деревня Поддубцы. Лес так называемой Кабылятской горе был местом массовых расстрелов. Так же, как лесной массив вдоль Могилевского шоссе в деревне Поддубцы. Написано в акте. Как и когда проводил раскопки в Харьковском лесу, неизвестно. Ой, не как это, а кто и когда. В конце 80-х, начале 90-х Юрий Коптик собирал материалы о репрессиях в Орше. Он нашел многих свидетелей расстрелов. То есть, он не раскопки вел, он рассказывал, он разговаривал с людьми. А вы говорите, зачем об этом? Говорят, ну люди же рассказывают. Что людям тоже затмутся? Происходившие в 20-е и 30-е годы. В 90-е годы в газете литературы и Мастовца вышла его статья. Вороны на Кобыляцкой горе. Могу засвидетельствовать, что в лесу, который начинается за нынешним лесхозом, уже в 30-е годы начали расстреливать людей. Расстреливали по обе стороны от дороги. По праву, если ехать из Орша, расстреливали священников. И как тогда их называли? Кулаков. Родственники же каким-то образом узнавали, где лежат их родные и ставили на могилы свечки. Вот дорога возле Харьковского леса, пожалуйста, вдоль трупов. Как тогда удалось выяснить Юрию Коптику, именно Кобыляцкая гора и Харьковский лес были местами наиболее массовых расстрелов. Сюда привозили осужденных на расстрел из Оршанской тюрьмы, которая размещалась в бывшем иезуэтском коллегеуме в центре Орши. Расстреливали в лесах около города, потому что дешево и сердито. Иметь крематорий было дорого. К тому же они думали, что советская власть навсегда. Так вы же ее хотите вернуть. Какая прелесть. Харьковский лес после войны передали НКВД. Наводить там порядок никто не имел права. Лесники были бывшие сотрудники НКВД. Они контролируют, чтобы здесь ничего не копали, не ставили кресты. Какая прелесть. Свежие могилы быстро закапывали, а потом земля там проседала. Сегодня Харьковский лес собирается вырубать. Там должна пройти дорога к новому микрорайону. Какая прелесть. По трупикам, по трупикам. Еще один лес возле Кобелятской горы. Первое место расстрела в Пресоветах. Вот еще. Опять места указаны. Все, точками указаны вот эти места. Можете пойти покопать трупики. О многих расстрельных местах Юрий Коптик узнал в свое время от Оршанского краеведа Вячеслава Касперского. Его отец Адам Касперский был первым начальником Оршанского ЧК. Он сам убивал осужденных на смерть. Первым местом массовых расстрелов был еще 1918 год. Вот, пожалуйста. Соседний с Кобелятской горой лес, сохранившийся по сей день. Вот 1918. Вы говорите, Гитлер вас убивал. Вас начали пиздить с 1918 года. Пришел какой-то малозаметный Гитлер. Все это время. И после него шли расстрелы. Нет, вы ничего в этом узнать не хотите. 9 мая отмечаете, да? Они не трогают леса, так как это следы преступлений советской власти. И если бы там были немецкие оккупанты, давно бы все откопали. Вячеслав Касперский рассказал Коптику о неизменном атрибуте расстрелов своего отца. Это мешочек с семенами травы. Каждый раз, когда закапывали яму с убитыми людьми, Адам Касперский разбрасывал на свежей могиле семена. Чтобы могила скорее зарастала. Как начали расстреливать людей в 1918, Так и расстреливать до самого начала войны. То есть, что Гитлер? Что он добавил немножко расстрелов? Какой плохой Гитлер? Здесь все места массовых расстрелов. И езуистский коллегу, и расстрел тринитариев, Масштаба террора при советах были больше при немцев. Были больше при немцев.